Всем привет! В этом ролике вы увидите как из старого садового домика я сделаю отличный дачный домик для отдыха. Три года назад я уже очистил этот участок и тогда я сказал, что домик станет частью мастерской. В прошлом году я сделал новую крышу и решил, что домик станет хозблоком. Но в итоге было решено, что пока нет основного дома, то он все же станет полноценным дачным домиком, а после постройки дома превратится в гостевой. Итак, на момент начала реставрации у меня были только голые стены. Одно окно я заложил кирпичом, потому что оно было не нужно, но и демонтировал все старые окна. Также с одной стороны заложил небольшое отверстие, оставшееся от бездельников, которые когда-то пытались домик разобрать на кирпич. Первым делом после подготовительных работ я обработал все дерево антисептиком, чтобы защитить его от вредителей и гниения. Далее мы с товарищем, а без помощника во многих работах совсем никак, начали обшивать получившийся каркас. Для этого использовали ОСБ 12 мм. Электричества тут пока нет, поэтому во всех работах выручал аккумуляторный инструмент. Кстати, ссылки на все, чем я буду работать, будут в описании под роликом. Стыки ОСБ не попадали на стойки, поэтому забегая вперед скажу, что после того, как все обшили, в эти места с обратной стороны я установил закладные и все стыки мы зафиксировали отдельно. Было уже довольно холодно и ветрено, поэтому камера отказывалась работать, а аккумулятор моментально садился. Из-за этого не получилось снять, как мы обшивали карниз. Скажу лишь то, что мы просто сделали короб из бруса и также его обшили. Ну а по бокам кровли и передний вылет было решено по завершению закрыть щипцом. С тыльной же стороны будет интересная самодельная водосточная система, но это тема для отдельного ролика. Окна я решил оставить такого же размера, хотя скажу вам, что в процессе работ и по завершению мысленно они просились больше. Но тут уже право выбора каждого. Для меня же это домик исключительно для ночлега. Дневное время я буду проводить на участке и в домик меня не заманишь, поэтому размер окон это маловарный вопрос. К этому моменту я уже не обошелся без электричества, так как аккумуляторного перфоратора у меня нет и было решено взять генератор. Монтировал я один и чтобы не уронить окно во время работы, временно прибил две доски по плоскости стены. Далее вставил раму, выровнял все по уровню, закрепил на дюбельгвозе и установил створку. Осталось только убрать опору из досок и все запенить. Пенил кстати морозостойкой пеной. В такой мороз этого никогда не делал и заодно решил посмотреть как будет вести себя пена и что в итоге получится. Забегая вперед скажу, что по весне было все отлично. После окон я перешел к двери. По объявлению нашел бэушную дверь из толстого листового металла. Сказать, что это именно то, что я искал не могу. Я хотел найти что-то заводское, чтобы потом не морочиться с покраской. Но что было, то и взял. Остальные варианты были еще хуже. Сначала я установил коробку. Начинать нужно всегда с петельной стороны. Иначе если дверь хотя бы немного пропеллером, у вас может полотно самопроизвольно либо закрываться, либо открываться. Да и монтаж так будет сложнее. Петельную сторону устанавливаем строго по уровню в двух плоскостях. Также всегда в самый нужный момент я не мог найти ключей. Поэтому анкерные болты затягивал переставным ключом. Ну хоть он нашелся. Далее я навесил полотно на петли и закрыв дверь уже по полотну регулировал ответную часть коробки, чтобы она идеально прилегала. И только после этого уже фиксирую ее на анкера. Только так получится все четко и точно. Сама дверь изнутри обшита вагонкой и как я понял даже не утеплена. Поэтому мне придется позже заняться и ей. И это было последнее, что я сделал до наступления зимы. Весной начался следующий этап. Это утепление. По осени это к сожалению не удалось, потому что резко ударили сильные морозы, а генератор вышел из строя. Утеплить все было решено пеноплексом в 50 мм. У первого ряда снизу мы срезали четверть. Далее нанесли пену и приклеив к стене, дополнительно забивали на дюбе для теплоизоляции или в простонародье грибком. Пока один забивал первый лист, другой уже занимался вторым. Поэтому работа шла в два раза быстрее. Почему я решил использовать именно пеноплекс? Во-первых, его легко монтировать. А во-вторых, у него низкий коэффициент теплопроводности. Для сравнения, 5 см пеноплекса равны по теплопроводности 92 см кирпича или 50 см дерева. Я думаю, такие показатели говорят сами за себя. Зимой этот домик буду эксплуатировать редко, но когда все же это будет происходить, в нем однозначно будет тепло. Что касается верхней части из ОСБ, это каркас, и он также будет наполнен утеплителем. Но это будет в другом ролике, когда я займусь внутренней отделкой. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. На самых высоких местах мы использовали растущие козлы, которые я делал еще в прошлом году. Если вам интересно, как такие сделать, то ссылку оставлю в описании под видео. Когда я сделал крышу, то увидел, что под ней остается очень много места, и было решено, что это отличная возможность сделать антресольный этаж, где можно будет смело разместить спальные места. Но чтобы там не было слишком темно, между стоек в ОСБ я вырезал проем под окно, обрамил его доской и установил, собственно, само окно. Было несколько вариантов. Сделать его до крыши, и добавить еще одно, и так далее. Но остановились на том, что и этого было более чем достаточно. Параллельно я еще начал делать внутрянку, и там уже сколотил каркас пола антресольного этажа. Как я уже сказал, этому будет посвящен отдельный ролик. И снаружи по каркасу все так же обшили ОСБ. Далее мы сделали отмостку, и этому я также посвятил отдельный полноценный ролик. Ссылку оставлю в описании. И тут мы уперлись в то, о чем нужно было подумать заранее, но из-за спешки упустили из виду. Колонна, на которую упирался один из углов всей крыши, была очень слабой и проваливался в землю от нагрузки. Оказалось, что она даже не была забетонирована. Мы, конечно, планировали ее заменить, но все же делать это нужно было еще до начала работ с крышей. Поэтому, пока еще нет финишной отделки стен, и все еще не так страшно, мы приступили к замене. Для этого, чтобы установить новую колонну, нужно было еще забетонировать основание. Колонна, кстати, будет из трех связанных досок. Сначала мы определили с местом. Оно должно было быть ровно под углом крыши. Благо, оно не совпадало с местом нынешней колонны, иначе пришлось бы сразу убрать, и угол остался бы висеть. А это очень нехорошо. Далее выкопали приямок, а потом пробурили яму мутобором. В целом, глубина была где-то один метр. В эту яму мы сразу вложили армировку и залили бетоном, чтобы ее не завалило, потому что нам нужно было отвлечься и заняться другими делами. А уже после этого сделали из валявшихся обрезков опалубку и добетонировали. Когда бетон набрал достаточную прочность, мы продолжили работу. На бетоне я дал отметки, отталкиваясь по уровню от углов крыши и забил четыре уголка. Со стороны, откуда я планировал ставить новую колонну, временно отогнул один уголок. Но нынешняя колонна была длиннее по размеру, поэтому прежде чем ее установить, угол нужно было приподнять. Для этого из старых стропил 50-х досок я сделал упор и с помощью домкрата начал все приподнимать. Далее в посадочное место уложил рубероид в качестве гидроизоляции и ставил колонну на ее новое место. Осталось дело за малым, аккуратненько опустить все на место. Все получилось отлично. Внизу я подогнул уголок в исходное положение и все прикрутил. Сверху же с двух сторон также зафиксировал уголками. С места колонна точно никуда не уедет. Изначально я планировал сделать террасу слева от домика и привести ее прямо к двери, но получилось так, что это было невозможно. Высота просто не позволяла это сделать, дверь была слишком низко, а выше ее изначально установить было нереально. Вот так вот реставрировать старый домик. Приходится всегда отталкиваться от того, что есть. В случае со строительством с нуля можно все это учесть в самом начале. В итоге я решил этот угол также запетонировать в уровень с краем отмостки. Доски для опалубки у меня нашлись как раз в нужную ширину. Опалубку я укрепил колями, а ее саму сделал под небольшим наклоном в сторону внешнего угла, чтобы во время дождя вся вода стекала наружу. Далее засыпал все слоем гравия. Исключением стали только края, откуда я наоборот все выгреб, чтобы они были целиком из бетона. Если же гравий засыпать до края, то после снятия опалубки он начнет высыпаться, а чтобы этого не происходило, края снова придется бетонировать. После установки колонны остались излишки рубероида. Их, конечно, нужно было убрать. И все это я обрезал по контуру уголков. Далее гравий мы полили водой и утрамбовали. Когда мне его привозили, он был еще сырой, но жаркое лето быстро его высушило, и он даже стал пылить на ветру и при работе. Ну и, конечно, без гидроизоляции тоже не обошлось. Тут я настелил все тот же рубероид. Следующим этапом я заложил сетку, оставшуюся от заливки пола внутри домика. Этот ролик, кстати, уже вышел. Ссылку оставлю также в описании. По моей классической экономной схеме делаю подсетку подкладки из камней, чтобы вся армировка была не внизу, а внутри бетона. А после этого уже заливаю сам бетон. Как только все залили, приступаю к железнению. Просыпаю все цементом, смачиваю водой и шпателем делаю равномерный слой по всей поверхности. Пока бетон набирает свою прочность, мы переключились на покраску карниза. Красить будем влагостойкой резиновой краской от Неамида. Это относительно новый продукт и использовал я ее впервые. И забегая вперед, скажу, что мы просто восхитились этой краской. Мало того, что она не просто выглядит как шоколад, хотя мы и брали такой цвет, но и пахнет очень приятно. Благо нет маленьких детей, я думаю, они бы наверняка посягнули на то, чтобы ее поесть. Поэтому, если вы будете такой пользоваться, то держите ее от детей подальше. Но мы-то, конечно, радовались не только ее внешнему виду, но и ее укрывистости. Всего один слой, и все элементарно, быстро и качественно закрашено. К сожалению, камера не передает, как она приятно глазу, но то, что она теперь одна из самых любимых, это 100%. Меня, кстати, уже спрашивали про ее название «резиновая». Это вовсе не значит, что это жидкая резина, которую наносишь и после высыхания от обычной резины ее не отличишь. Нет, это краска. Она просто влагостойкая и высокоэластичная. То есть, подходит для фасадных работ и может немного растягиваться, например, вместе с линейным расширением древесины. Вы же, наверное, видели, как на дереве трескается обычная дешевая краска. Так вот, это эластичная. Сохнет она очень быстро и, по заявлению производителя, устойчива к ультрафиолету. Мы это обязательно проверим. Подписывайтесь на мой инстаграм, через год я там покажу, как выглядит эта краска на поверхности. Кстати, колируется краска прямо на заводе. Я ее заказал уже в таком цвете. Это очень удобно. И не забывайте читать инструкцию перед покраской. Повторюсь, что резиновая – это не значит, что можем, например, ей красить тротуарную плитку. При механическом воздействии она подвержена истиранию. Тактильно есть ощущение, что она даже мягкая. В общем, довольно необычная, но приятная краска. Наконец-то можно вернуться непосредственно к самому фасаду. Возможно, вы подумали, что я буду пеноплекс штукатурить, но нет. Тут очень неровные стены и хочется их выровнять. Да и есть у меня вариант поинтереснее. Для этого мне нужно сделать первую разметку. Так как утеплитель у нас 50 мм, то с угла я беру 60 мм, для того, чтобы был отступ и не бурить прямо в край. Далее ориентируюсь на ширину профиля ПП-60, второй край которого будет на отметке в 120 мм. Это значит, что середина этого профиля будет на 90 мм от угла. И так нужно сделать от каждого угла во все стороны. Это важно. После этого от первой метки следующие нужно дать на расстоянии не более 400 мм друг от друга по горизонтали и 600 мм по вертикали. Следующим шагом мы подготавливаем прямой подвес. Загибаем не только его, но и усики. Прислоняем ровно посередине метки и отмечаем вокруг. Далее остается только вырезать кусок пеноплекса. По такому же принципу нужно пройти все метки по стенам. Сам подвес-кирпич мы крепили на дюбель-гвозди. Там, где была ОСБ, крутили на саморезы. Как только подвес был закреплен, кусок пеноплекса нужно было вклеить на место. Для этого я использовал клей-пену, а сам утеплитель немного уменьшал в размерах, чтобы можно было запенить и зазор. Теперь остается закрепить все подвесы на место и сразу их запенить. Пена застывает довольно быстро и уже на следующий день можно приступать к монтажу металлопрофиля. Если где-то профиль будет тесно прилегать к стене, пену можно срезать. Но если она не мешает, то делать это вообще не обязательно. Первым делом нужно установить крайние профили, так как они будут маяками. Сначала я лазером отстреливаю по подвесам, прикидывая на какой глубине закреплю профиль, а далее делаю на них метки карандашом, чтобы ориентироваться уже по ним. Во-первых, самой лазерной линии потом может быть не видно из-за солнца. Во-вторых, ее может сдвинуть порывом ветра. А в-третьих, это экономит батарейки. От сети-то классно запитываться. Я так и делаю, когда есть электричество. А тут я устал бегать и менять батарейки. Установив два крайних профиля, мы решили добавить средний, чтобы это упростило работу. Чуть позже поймете почему. А далее натянули шнур от крайнего до крайнего. Сами профили закрепили только с одной стороны, чтобы уже по факту отрегулировать плоскость. После этого уже окончательно фиксируем крайние профили и крепим средний. Как только они готовы, мы приняли за установку всех остальных. Для этого шнур мы убрали, а вместо него использовали другой такой же профиль. Именно для этой цели и требовался средний маяк. Длина профиля всего 3 метра, а стены около 6. По самому шнуру точно все отрегулировать сложно, так как он не имеет жесткости, поэтому часто я использую именно такой способ. Главное тут это зафиксировать направляющий так, чтобы это потом не мешало креплению подвесов. Благодаря этому способу, все можно сделать быстро и точно. Вместо металлопрофиля я также рассматривал брус или рейку, но на сухую ценник такой же, как и на профиль. Плюс к тому же дерево имеет кривизну, а свеженапиленное с пилорамы, хоть и гораздо дешевле, но ее очень долго сушить. Дополнительно ее нужно обрабатывать антисептиком. А это опять расходы, и самое главное, дерево имеет сильное расширение при перепадах температуры и влажности. Тут же такие моменты нужно свести к минимуму. По итогу получается все четко и ровно. Кстати, профиль не нужно делать впритык к отмостке. И это для того, чтобы при возможном движении грунта и отмостки каркас не погнуло и не повредило. Когда все готово, выпирающие части подвесов нужно согнуть так, чтобы они больше не мешали. Но и это еще не все. Снизу и сверху нужно обязательно сделать перемычки, чтобы эта конструкция стала более прочной и было к чему крепить стартовый и финишный профили. Их я делал из того же профиля, просто вырезая ушки для крепления. Окна тоже нужно было обрамить. Тут я местами даже не крепил на подвесы, а просто делал перемычки. А короткие стойки крепил уже к этим перемычкам. А где-то наоборот, сначала делал стойки, а уже потом перемычки. Тут где как удобнее и как крепче выходило. Теперь угол. Его можно было сделать несколькими вариантами. В итоге я выбрал, как мне кажется, самый простой и удобный способ. Просто сделал угловую перемычку аналогично обычной. Но пока такие перемычки нужны только в самой нижней части. Остальные я буду делать по факту обшивки фасада. Обшивать фасад я буду панелями от Альтопрофиль под скалистый камень Памир. Они у меня припасены уже с прошлого года. И даже по коробке видно, что лежали они далеко не в сухом месте. На многие попадал дождь с протекающей крыши. И я, честно сказать, переживал, чтобы это не повлияло на внешний вид. Как выяснилось зря, с ними ничего не произошло и никаких подтеков не было. Размер у них 116 на 45 сантиметров. Имеют ребра жесткости и, соответственно, очень жесткие. Производители, кстати, молодцы. Положили между листами подложку, чтобы они друг об друга не царапались. Итак, первым делом перед обшивкой я беру J-профиль, вставляю в него панель, прислоняю к месту, подкладываю снизу кусок ОСБ в качестве ограничителя, чтобы получился нужный зазор и даю метку по верхнему краю. Подкладка эта для того, чтобы был вентиляционный зазор и туда мог попадать воздух. Далее отстреливаю по уровням, чтобы всё шло чётко и ровно. Причём метки эти делаю я с самой нижней точки. Если смотрели ролик с отмосткой, то должны знать, что она у меня по определённым причинам двухуровневая. Но начинать я буду всё равно не с панели, а с углов. Углы я подбирал другого цвета, старался выбрать что-то ближе к шоколаду. На камеру это не очень видно, но в реальности довольно близко. Завод уже расцветка называется Тибет. Начинать нужно всегда с лева угла и идти при монтаже слева направо. Тут я также подкладываю ОСБ и определяю с размером. Так как с этой стороны отмостка выше, а я хочу сделать всё по одному уровню, то здесь придётся её срезать. Всё удобно пилится, режется с помощью ушием с отрезным кругом по металлу. Далее я даю метки в местах крепления и формирую прочный угол из профиля. Крепится этот угол на саморезы с пресс-шайбой и при этом нужно обязательно саморез крутить не затягивая, чтобы при температурных расширениях материал мог играть. Следующий шаг это крепление J-профиля. Он, кстати, может служить как стартовым, так и финишным. Но это вы и сами увидите по ходу ролика. Фиксируется он также на саморезы, где-то через каждые 20 см. Замечу, что отверстие для фиксации имеет не круглую форму, а продолговатую. Это как раз сделано специально для того, чтобы при завёрнутом саморезе в середину профиль имел возможность двигаться при расширениях. Если длины профиля не хватает, то тут нужно его правильно соединить. Если сделать это просто впритык, то при сезонных расширениях может образоваться некрасивый зазор. Поэтому нужно немного обрезать тыльную сторону и надеть один другой. При этом ничего никуда упираться не будет и расширение профиля не скажется на внешнем виде. Также я сразу закрепил и правый угол, потому что после монтажа последнего листа нижнее ушко невозможно было бы прикрутить. После того, как джей профиль на месте, я подготавливаю первую панель. Во-первых, подрезаю вровень левый торец. Во-вторых, подгоняю по ширине. Как я уже сказал, у меня по периметру будет идти всё по одному уровню. Но по большому счёту, с таким рисунком камня это вообще не обязательно, так как глаза это бросаться не будет, в отличии, например, от рисунка кирпича. В подрезанную панель плотно входит джей профиль. Чтобы её ровно смонтировать, удобно пользоваться лазерным уровнем. Я лично для экономии батареек заранее прострелял линии и дал отметки карандашом на металлопрофиле. Если присмотритесь, их видно. Далее нужно обратить внимание на то, есть ли возможность зафиксировать панель. Напомню, что саморез скручивается ровно посередине отверстия и может случиться так, что отверстия с профилем не совпадают и вкрутить просто некуда. Чтобы решить эту проблему, достаточно сделать перемычку в этом месте. Напомню, что затягивать панель нельзя, иначе не будет возможности её движению во время расширения в период смены сезонов. Сами панели входят друг в друга надёжным замком и собираются довольно легко. Правда, местами бывает так, что где-то что-то упирается в шляпку самореза и некоторое время ты не можешь понять, где именно, чтобы посадить таки эту панель на место. Но в целом таких случаев, слава богу, было немного. Последнюю панель в ряду можно подрезать по длине. Для этого сначала выставляем её так, как она должна будет там стоять. Далее даю метку где-то на полтора сантиметра меньше от максимального размера и распиливаем панель. Угол во время монтажа лучше, чтобы был вкручен только на один саморез. Я пробовал по-разному, так удобнее всего. Остальные можно закрутить после установки панели. Вот и готов первый ряд одной стены. Начало положено. Далее всё то же самое. Отметки, усиливание угла и монтаж панели. Только тут уже всё проще. Панели по ширине резать не нужно. Оставшийся обрезок панели от предыдущего ряда всегда становится первым в последующем. За счёт этого минимизируются отходы. И кстати, после пары рядов я перешёл к тому, что правый угол я крепил уже после последней панели, а не до. Это намного упростило задачу. Единственный минус это, что одно ушко, которое остаётся внутри, будет не прикручено. Но тут все углы садятся друг на друга, поэтому и без того они прекрасно зафиксированы. С левым последним углом пришлось поработать немного подольше. Нужно было правильно рассчитать угол и не отпилить ничего лишнего. Но в итоге всё хорошо встало. После этого необходимо снова прикрутить J-профиль. Если вначале он служил стартовым, то теперь будет служить финишным. Теперь в моём случае каждую панель первого ряда нужно подрезать под углом. Был бы домик кубическим с плоской кровлей, это бы упростило задачу. Остальные стены делаются абсолютно так же. Хотя будут кое-какие моменты, отличающиеся от того, что я уже сделал. Об этом чуть попозже. Эта стена уже была с окном, и тут я просто вырезал панели по готовому каркасу. Всё было довольно просто. Кстати, из мысли об экономии я не стал покупать пластиковые доборы, а сделал откосы с наличником из более дешёвого материала. И смотрелось это так же круто. В конце я вам покажу. Две небольшие внутренние стены возле двери домика я начал немного по-другому. J-профиля мне катастрофически не хватало. Как-то так получилось, что неправильно посчитали, и поэтому тут мне пришлось использовать стартовую планку из нержавейки. Разница с J-профилем у неё в том, что её не видно. Она полностью прячется за панелью, при этом также надёжно её фиксируя. Но тут можно начать только с целой панели. Так получилось, что уровень тут как раз нулевой, и панели резать было не нужно. Правда, с монтажом тут пришлось повозиться. Очень много маленьких кусков, и каждый нужно резать. Но это же пластик, на отрезной диск по металлу это никак не повлияло. С внутренним углом есть два варианта. Можно сделать с помощью J-профиля, но так местами остаются прям очень большие щели, что палец проходит. И мне это не нравится. Поэтому я выбрал вариант посложнее, но, на мой взгляд, покрасивее. Тут уже каждый решает на свой вкус. Я прислонил панель впритык и очертил параллельные линии от перпендикулярной стены. Оставалось только всё это вырезать. Первый ряд на этих стенах, как вы видите, я не заканчивал J-профилем. Его просто не хватило. После того, как отделил на незаконченные стены, остался всего небольшой кусок. Поэтому тут я вставлю его, как докуплю. Это будет несложно. На этой стене я не знал, как всё получится, так как наклон крыши был в другую сторону. И я понимал, что если идти слева направо, я столкнусь с тем, что последнюю панель просто не вставлю. Поэтому, несмотря на инструкцию, пошёл в обратном направлении. Справа налево. Это мне задача упростило, и разницы в монтаже, честно сказать, я не заметил. Всё так же вставляется, и так же крепится. На этом моменте я закончил главное. Обшивку фасада панелями. Но ролик на этом ещё не заканчивается, потому что домик ещё не готов. Далее нужно было довести до ума колонну. Как вы помните, она была сшита из трёх, нестроганных досок 50 на 150. Получившиеся местами небольшие пляшущие зазоры между досок я переживу. А вот различные перепады и вообще всю шероховатость нужно исправить. На месте это можно сделать шлифовкой. И сначала мы это делали с помощью УШМ и лепесткового диска. Очень пыльно, но быстро и эффективно. После такой шлифовки остаются изъяны, так как лепестковый круг на дереве хуже караеда. И работать нужно было очень аккуратно. Чтобы сделать поверхность ещё более ровной, далее мы использовали уже тарелку с липучкой со шлифовальными кругами. А в конце покрасили колонну резиновой краской. Сначала она как будто какая-то красно-коричневая, но позже после высыхания становится шоколадной. Но у нас ещё есть дверь. Её тоже решили громко говоря, отреставрировать. Благо самодельные козлы выручают уже в который раз. На них работать было очень удобно. Сначала пытались снять краску металлической щёткой скручённой проволокой, но дело шло очень медленно. Потом перешли на лепестковый круг и работа пошла куда быстрее. В двери ещё были пару ненужных отверстий. Одно от старого замка, а другое от глазка. Оба их мы заварили и зашлифовали. Коробку, кстати, пришлось шлифовать прямо на месте. Я ожидал, что это будет сложнее, но нет, вполне реально это было сделать, не снимая с проёма. Вообще, я планировал её не только покрасить, а ещё и утеплить и обшить нормально с обратной стороны. Но хотелось сделать уже законченный вид и пока ограничился только внешней стороной. У нас ещё осталась не обшитой боковая нижняя часть над этой мини-террасой, если её можно так назвать. Решили заложить сюда кабель с гофрой, чтобы сделать в будущем освещение. Электричества же здесь, как я сказал, нет, но в планах сделать гибрид солнечно-ветровой электростанцией. Подписывайтесь, всё это буду показывать в своих роликах. Далее всё это мы зашили. Сначала сделали по размеру Г-образный короб, а потом сбоку прикрутили планку. Сразу П-образную уже было надеть нереально. И под самый угол тоже вырезали и зашили кусок УСБ. Металлический дверь я обезжирил и осталось только всё покрасить. Тут уже, кстати, смонтировал откос с наличником. Так как процесс здесь абсолютно такой же, как и с окнами, а им будет посвящён отдельный ролик, то я не стал показывать всё в одном видео. Если к моменту вашего просмотра он уже готов, ссылка будет внизу в описании. Красили мы всё той же резиновой краской. Она подходит не только для дерева, но и для металла. Если будете пользоваться такой же, обязательно почитайте инструкцию, как и что нужно делать. напоминаю, как тут всё выглядело. И вот, что по итогу у меня получилось. Окна, как видите, я сделал из ОСБ. По мне, так прекрасное бюджетное решение. А учитывая то, что покрашены они в тот же цвет, что и другие детали, то и смотрится так же круто. Самое главное, что в случае чего заменить на новые, это копеечные решения. Тут нужно на все откосы и наличники всего где-то полвиста. С началом нового сезона я займусь и внутренней отделкой домика. И скажу вам, что несмотря на небольшую площадь, там не будет банального ремонта. Мы планируем его для отдыха. Сначала для себя, а потом для гостей. Поэтому всё будет сделано для максимального комфорта. И это так же ещё не всё. На этой даче я буду делать и баньку, и террасу, и бассейн, и фонтан, и много ещё чего. Роликов будет предостаточно. Если вам интересна эта тема, подписывайтесь на канал. Ну а под этим роликом обязательно напишите ваше мнение или вопросы. Цены на материалы я никогда не пишу, потому что они постоянно меняются. А вот кое-какие полезные ссылки могу оставить в описании под видео. Ставьте лайк, если вам понравился ролик. Всем добра и всем пока.